Всем привет! Сегодня со мной Эдгар Винницкий, и я хочу вам рассказать то, чего вы не знаете про Эдгара. А начнём мы с того, что он хотя бы мой брат, вот, а я его сестра. Мы хотим рассмотреть наши фотки старое детство. Шокирующие. Да, шокирующие фотографии, посмеяться над ними и исполнить былые времена. Поехали. Так. Новый год был какой-то. Ты у бабушки, ты на машинке. Да. Я помню, ты меня возил туда на этой машинке. А, вот что я делал. Да, по-моему, да. Что у меня в руки, смотри, какой-то... Блин, как вампир. Потому что глаза красные. Посмотри, блин, у мамы классный вкус был. Я вот... У меня в детстве была такая прикольная прическа. Вот самая, когда вы маленькие, у меня было три... Это три года здесь. Я здесь ещё ничем не занимаюсь, кроме того, что, говоря, я с носа у дурака валяю. Но прическа классная. И свитерочек ничем такой. А ты вообще такая нарядная снежинка. Я, блин, да, снежинка. Я на каждом празднике была снежинкой. У меня вон корона и снежинки. Блин, это Дед Мороз до сих пор есть вообще. Да. Да, Дед Мороз, да. Класс. Это у бабушки было. Да. Прикольно. Вот такой раритет. Это просто большая катастрофа. Вообще. Что это за композиция кадра? Это... Смотри, ведро. Да. То есть ты сидишь рядом с ведром удивлённое, а я явно что-то задумываю. И у меня рука тянется за камерой, и там что-то наверняка есть. У меня вопрос к моим стилистам на тот момент. Вот тут у меня резко меняется прическа, она совершенно дурацкая. Нет, я не знаю, я в этот момент тоже ничем не занимался ещё. Я просто был ребятком. У меня колготы с джинсовой рубашкой. Отлично. Да, и под низ ещё гольф, не забывай. Ага, ну ещё гольф, само собой под низу рубашка. Прикольная рубашка, конечно. Вот это так странно, колготы с рубашкой. Гей какой-то. Это просто какой-то мак с палкой или что это вообще? Да, да, это палка с мака. Я опять в колготах. Я, видно, в детстве любил колготы. Ковгот идет, шорты поверх колгот. Шорты поверх колгот? Так, вот ты была нарядная принцесска, как всегда. Как всегда, да. 20 лет, я думаю, готика... Я думаю, учитывая 5, может. Да нет, что-то не... Учитывая 4, наверное, может и 5 уже. У меня 3, наверное, вот тебе 5. Раньше была разница весомая, когда у нас там было 2 года разница. Да, это капец было вообще. Я чувствовался настолько старше. Да, я чувствовала, насколько ты старше. А сейчас, типа, вообще, типа, я только вот недавно задумалась, что мне 20, тебе 22. И это же, типа, вообще... Это вообще не играет. Реально, у меня одногруппники, вот 22, которым... Ну вот. Странная штука. Это же количество оборотов на земле, а вокруг солнца. Да, это так. Да, да. О, это вообще топ. Это просто бомба. Это топ, это вообще... Так, значит, что мы делали? Мы сзади выстроили каких-то... Мои куклы все это... То есть моя гордость, видимо. Вот, Барби. А ты такой с пистолетом, короче. Модный. Причем, что это не мой пистолет. Да, наверное, ты его принес ко мне домой специально. Я думаю, что да. Я думаю, что и подтяжечки прикольные. Я помню этот гольфик у меня... Я на этом гольфике фоткался на выпуске из садика. Но я помню, что у нас там были разные контры еще в то время. Такие детские. Помнишь, были такие? Контры? Обидки бывали. Ну, бывали. Детки же не такие. Бывали. Больше обидок было, по-моему, когда мне было 9, тебе 11. О, да. Это был такой... Это был такой... Возраст Фан Симпсон и Лиза Симпсон. Да, да, да. Это просто был какой-то кошмар. Такой вредный был уже, что просто ужас. Если кто-то помнит, шли... Симпсоны. Симпсоны, да, мы их очень сильно смотрели. И там взаимоотношения у нас были очень похожие в этом ключе. Были такие жесткие очень. Да, да. Очень страшные. Мы виделись не так часто, но... Я помню, мы даже ездили куда-то с бабушкой. Втроем. Мы ездили в Феодосию. Под Одессу. Втроем. Нет. Мы ездили даже на дачу ко мне как-то. Так, это я помню. Феодосию я не помню. А вот помню, что где-то под Одессой мы были. Теперь мы не ругаемся. Блям. Мы очень редко видимся. Просто вот так и получилось. Раз в год. Смотрите, мы сейчас встречаемся чаще, потому что часто встречаемся в городе. Вот мне кажется, что мы начали прослывать. Да, да, потому что я в городе все время. Я тоже где-то лажу. И вот так случайно, типа, о, снова ты. Привет. Вот, особенно, это не надо. Нужно чаще видеться. Да. Наверное. Ну, типа, я не против. Угу. Хорошо. Ну, это прикольно. Это дедушка наш. Да. Это гидропарк. А ты знаешь, где? Ого, я даже не помню такого. Ну, я помню, там была куча всяких аттракционов. Я не знаю, где они сейчас. Вот это такая позиционно красивая фотография, на самом деле. Я не знаю. Только если бы вот этих людей еще замазать здесь сзади, да. Вот так. Да. Это было бы, конечно, получше немножко. О, это у вас фотография. Это моя любимая фотография была. Вот, кстати, может, тут год написан. Тридцатый. Тридцатый год. Значит, второе, шестое. Второе июня 2030 года. Как бы, будущее будет именно так, значит. Ты превратишься в Мэдлин Монрос. Ты станешь Ворснеггером. Я стану Ворснеггером. Именно так оно и будет. Господи, но тебе еще-то голова хоть не так, знаешь, странно выглядит. Блин, да вообще так странно смотреть фотографии, которые вот эти вот, знаешь, которые можно трогать. Это такая древность вообще. Да прикольно. Так, а где это мы с тобой здесь? Вот это я вообще не знаю, где мы. А, знаешь, это, наверное, 15 сентября 2001. Да? Может, да. Тридцатая, шестая, тысяча вторая? О, может быть. Может быть. Ты меня всегда смешил очень сильно. Настолько, что у меня были просто нереальные истерики. И мама всегда говорила, вот, Влада плохое настроение, надо Владу Сандаром куда-то повезти. И, короче, я просто не затыкалась со смеху. У меня даже щеки болели всегда. Вот. Не знаю, может, я поэтому такой хохотушкой осталась. Ого, так, ну все. Тут у меня, короче, резко меняется стайл. Да, да. Я помню. А, подожди, я уже начал ходить на карате еще на предыдущей фотографии. Это уже такой странный этап. Я ходил на карате. Да. Восемь лет. Вот. Прям серьезно занимался этим и на Украине выступал. Да. У тебя всегда были соревнования, когда у меня был день рождения. Ты сюда и пропускал. Почти всегда. Пропускал самое соревнование, постоянно из Аблады. Так это странно, я ходил на карате восемь лет. Это так много. Я на гитаре с тобой не играю. Так, конечно, это очень много. Я не играю на гитаре с такого, понимаешь? Жесть. Какой у тебя поезд был? Может, это ты тут знаешь. Я синий. По-моему, синий. Я до синего дошел. Это мы у тебя дома. Мы сюда уже переехали. Да. Да. Мы уже давно сюда переехали, вроде бы. Не, но эта фотография, по-моему, это вот начало вообще. Да? Десять пятый. Ну, может. Телек, он какой крутой, завистый. Ну, да. Это в августе мы что-то встретились. Да, мы гуляли туда, я помню этот день. Да? А что мы делали? Пейзажное ле открылось тогда. А-а-а. И мама повезла нас туда, чтобы мы посмотрели на этих котов всяких там. До того, как это стало мейнстримом. Да. Я еще не знал про это место. Ого, так. И тут, короче, начинается этап моей жизни, наверное, самовыражение. Где ты спрашиваешь? Вот это как раз, наверное, то время, когда мы ругались. Да, это, наверное, вот, когда я начал, вот, у меня появился телефон. Ого, тут посмотри, что здесь. Телефон. Тут телефон. Это такой, это Сименс C65. Помнишь, да? Я помню прекрасно. Я помню, ого, это первый телефон с камерой, который у меня появился. У него были всякие игры, он был цветной. И я помню, я отфоткал все свои прикольные книги, в картинке именно, и потом ставил их на заставки постоянно, потому что они были такие красивые. Тогда еще не вся была так быстро скачать с интернета, что-то. Я тут как беременная какая-то. Довольно. Такой, улыбайтесь. Хорошо. Ладно, я отфоткаюсь. Я так раньше позировала, просто супер. Это вот улыбайтесь, вот это вот. У нас что-то очень много фото, где мы втроем с Сережей. Сережа живет в этом же доме. Ну, вы видите? Очень редко. Очень редко. Так, у нас здесь опять мы с Сережей. Это мой день рождения. Очередное день рождения. Вообще, вот настолько фотографии непонятно, что происходит. Да. Мы просто на непонятном фоне абсолютно... Непонятные, одеты. Я тоже какая-то не особо праздничная. Но я очень любила этот гольф. Это точно мой день рождения, да. Такие короткие волосы внезапно стали. А, это класс девятый. Вот, это да. А то уже здесь я начал ходить всякие театральные. У меня бровей нету. Мне тоже. Просто их нету. Где они? Думай, брови. У Сережи. Сережи такой довольный забрал брови. Это просто шикарная фотография. Просто... Что? Где мы? Это мой день рождения опять-таки, только другой. Это... Посмотри, какая у меня красивая прическа. Потрясающая мальвинка такая. И вот вы вдвоем такие мальвинки. Да, 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 да. Ну вот у нее еще какой-то, типа, гравировка, или как это называется? Ну, когда так, плойка, типа. А у меня прям на бигуди такая крупная, прям как хим-заивка вообще. Я, честно, вообще ничего не в этом не понимаю. Но вот у тебя точно модная кепка? Кепка у меня просто супермодная. Я так ее любила. Боже мой, это моя первая кепка была. У меня потом была коллекция из кепок. Ну вот это было... А что ты куда занималась вообще? Что-то какое-то хобби было? Что ты делала? В это время? Ну, я пытаюсь вспомнить просто вообще. Что мы делали? Что мы делали? Я вот помню свою жизнь после того, как у меня появилась гитара. А до этого это какие-то типа... Это просто туманно. А то бени уже делали. Ну, да, короче, да. Какое что-то, да? Я не помню, что именно тогда делала, но я же на теннис ходила какое-то время. Ну, да, да. Какое-то время я на танцы ходила, хип-хоп, типа. Ну, это был аж год. Ну, по всему, это был хип-хоп. Ну, не факт, знаешь, вообще не факт. Я могла быть просто очень модной чикой в классной кепке. Ну, независимо от того. Блин, я тебе скажу, что вот тенденция со мной у детства у меня какие-то странные лица на фотографиях. До сих пор. Я ничего с этим поделать не могу. У меня просто такое лицо странное. Такое... Вот, и тут начинается что-то самое прикольное. Это у Эдгара появилась гитара, наконец-то. Да, но, блин, у нас пропустился какой-то этап в жизни. До того, как у меня появилась гитара, я еще поступал в театральное и продалейно ходил на курсы в... на физику. На физику ты ходил, да? На физику, в КПИ. Да, мама думала, что я буду поступать на физика, математика. Не, ну, типа, я физику хорошо знал, поэтому это ничего сложного не было. Просто мне не хотелось поступать туда. Ты же вроде химию, да, хорошо знал? И химию хорошо знал. Я же вообще в химии, типа. Так это несложно, на самом деле. Да я помню, ты всегда так говорила, но я все равно ничего не понимала. Смотри, уже вот максимальное самовыражение началось, такое... Отчетки. Отчетки, блин, что за очки? Что за очки, чувак? Ну, нормально, у меня тут появилась черная кофта, я по-моему, ее очень любил. Это твоя гитара, это не моя гитара. Это тебе бабушка подарила гитару, и вы у тебя дома. Да, там уже бабушка одновременно гитару подарила. Да, блин, бабушка молодец вообще. Это наша бабушка, вот, общая, вот, мы с ним двоюродные сестры-братья. Да, только твоя гитара, видишь, пошла в дело, а моя стоит вот у меня в шкафу до сих пор, и я никак не начну ничего с ней делать. Ну, прикинь, вот так. Ну, оно так, я думаю, что придет время. Может быть, может быть. Я, кстати, пошла на вокал. Ого! Считай, что ты меня вдохновил. Ама, ну, хорошо, допустим. Вот так вот. Теперь у меня все следующие фотографии в моей жизни с гитарой. Это мы тоже у тебя, и это тоже твоя гитара. Да, да. Вот, но тут уже... Видишь, типа, там комната была одна, а тут уже другая. Ну, типа, моя же комната, только тут она была с плакатами. А тут уже другие стены, уже как сейчас. Средняя фотография максимально приближенная к современной реальности. Там, где... Тебе сколько, наверное, здесь исполняется, думаю? 16 вроде. Ну вот, а у меня, значит, 18-19. 19 мне. 18. 18. Ну все, я не сильно изменился. Да? И... Боба я пришла. На тебя. Это хорошая. Это ты и есть моя, наверное. Да, да. Я теперь ее подложу. На, спасибо. Это наша бабушка, которая нам гитарю подарила. Ну что ж, я думаю, что мы, в принципе, довольно-таки хорошо поржали с вами. Если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы от Гору или мне. И будьте детьми. Та-да. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok